Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Глеб Жемчугов попросил прощения у жены, которая недавно ушла от него из проекта. «Без жены в душе пусто стало», – написал он. «И уже не важны все претензии, придирки, недовольства. Все это стало такой мелочью по сравнению с тем, что теперь моей жены нет рядом». Также Глеб расстается со своим сыном Мишей. Он уезжает сначала к маме, а потом и к бабушке. В интернете появились снимки новенькой участницы Эрны Костюк. Как вы помните, девушка выразила симпатию Глебу. Но Глеб на нее не обращает никакого внимания. Он намерен помириться с женой. Ольга Рапунцель уже успела поругаться с Эрной. Она сказала, что у той большая и висячая грудь, а вот у Рапунцель, наоборот, идеальная. Когда Эрна узнала об этих словах, она решила разобраться с Рапунцель. В ходе разборок Эрне досталось. Дима Дмитренко повалил ее на пол, а Ольга била девушку ногами. На лопном, когда Бузова стала их отчитывать, Дима и Оля кричали, что они бренды. Рапунцель продолжала оскорблять новенькую. Говорила, что она гоугожница и куда смотрит ее мать. На поляне снова разгораются еврейские страсти. Тата Абрамсон и Валера Блюмингран снова поругались. Валера признался, что он хочет многих женщин. Илья Ебаров уже разорвал отношения с Катей Кауфман. Он написал пост. «Друзья, прошу вас больше нас с Катей не связывать. Мы поговорили и без обид поняли, что мы не подходим друг к другу. Я плохой». Зрители это, конечно же, не удивило. А Костя Иванов и Саша Гозиас, наоборот, укрепляют свои отношения. «Несколько спокойных дней в наших отношениях – это уже достижение», – написал Костя. «Майя Донцова попала в изолятор». Девушка пишет. «Меня упекли в изолятор без суда за то, что я мешаю маме строить отношения с парнем, который пришел ко мне». Зрители шокированы происходящим. Они уверены, что Донцова-старшая перечеголяет Татьяну Африкантову и других своих предшественниц. Стали известны новые герои «Острова любви». Холостяками будут Олег Бурханов, а его соперником станет Артур Раднер, певец, модель и бизнесмен. Также на проекте появится и Никита Кузнецов. Он заменит Венцислава Венгржановского, смотрителя «Острова». Зрители уверены, что Никита не растеряется и обязательно попользует невест. Ну а первый сезон «Острова любви» завершается, стартовало финальное голосование. Можно голосовать за одну из двух пар, либо же против всех. Марина Мексика не хочет ехать после окончания шоу с Сашей Задойновым в Ярославль. Ее родители тоже против. Не для того их роза расцветала, чтобы завянуть потом в Ярославль. Катя Кауфман рассказала о закулисье «Острова любви». Венцислав удивил ее тем, что очень быстро пьянеет. Ему достаточно одного бокала, в отличие от девушек на острове. Также она рассказала, как однажды после вечеринки куролесила Юля Теплова. Она выпила очень много и стала искать внимание Вани Барзикова. Несколько раз ее выставляли из его комнаты, но ей все-таки удалось усыпить бдительность подруг, пробраться к Ване и добиться от него интима. У Вики Берниковой и ее мужа Леонида родился сын. Они дали ему имя Лев. Вес ребенка 4 килограмма. Поздравляем Вику с сыночком. Журналисты подсчитали, сколько зарабатывает только Бузова. В 2016 году она уже заработала 50 миллионов рублей. Бузова любит свою работу. Она создает свою линию одежды, пишет книги, выступает в клубах, как диджей, снимается в кино. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!